Добрый день, уважаемые родители! Сегодня перед нашей камерой вы видите, что я не один, рядом со мной Валентина. Многие из вас её знают и слышали. Валя у нас в гостях со своей семьёй. И сегодня мы хотим поговорить с Валей о ситуации, которая случается довольно часто и которая на чате в ваших обращениях довольно часто появляется. И на самом деле она нас очень беспокоит. Речь идёт о том, что в семье, когда родители понимают или когда родители узнают, что у них родился или у них есть не совсем обычный, не совсем здоровый ребёнок, Эта семья ощущает такое состояние, состояние катастрофы. Мир рушится, всё уходит, будущего нет. Друзья исчезают, родственники отдаляются. И семья иногда, даже иногда, периодически довольно часто не выдерживает мужа, распадается семья, мама остаётся с ребёнком, с своей проблемой один на один и вот не знает, что делать. Возникает ситуация сначала депрессия, потом отчаяние, потом приходят в голову всякие мысли, опускаются руки и на самом деле пытаются обращаться туда-сюда, никто реально не помогает. И вот что делать. И вот в этой ситуации была Валя. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, какой же выход, как же вести себя, какие действия осуществлять и каким мыслям нужно приходить, чтобы помочь своему ребёнку. Итак, Валя, добрый день. Мы рады вас видеть на Святой Земле. И, Валечка, скажите, пожалуйста, вот ваши ощущения, ваши мысли, когда вы поняли, что у вас не совсем обычный, не совсем здоровый ребёнок. Я знаю, что вы жили вот в незнакомой стороне, остались совсем один на один вот с такой ситуацией. Что же было в вашей семье? Ну, узнавать мы начали постепенно о том, что у нас ребёнок не такой, да, как и каждая мама. Здесь не то, там не то. И в какой-то момент специалист, единственный, которая была как-то рядом со мной, в июне конкретно я писала в 2015 году, она приехала ненадолго, и вот она произнесла это слово «аутизм». Конечно, я полезла в интернет, конечно, я стала читать, и, конечно, я это увидела. «Аутизм неизлечим», и вот всё. И муж это прочитал, мама плакала, и тут я подумала, ну, что значит «неизлечим»? Это, видимо, для кого-то неизлечим, да? А для меня так не будет. Я себе так вот решила, и не то, что я это долго себе решала, я просто решила, что меня это не остановит. Что я буду делать так, чтобы мой ребёнок стал таким, как я хотела. Какого я себе родила? Родила я себе самого умного, самого здорового, и того, кто будет в жизни очень успешным и нужным человеком, да? И не так ненужным, как нам все специалисты говорят, это всё, это вот научить себя обслуживать, и то, слава Богу. Нет, это не так. Мы читали, какие есть способы, ну, стандартные, то, что в интернете пишут, да, всякие там, и дельфинотерапия, стимуляция, аботерапия, ну, всё, что предлагается. И я видела, что вокруг меня, у меня была другая, наверное, ситуация по отношению вот к мамам. У меня, вокруг меня этого не было. Я была в деревне в Болгарии, и поэтому особо выбирать мне было не из чего. Ну, в общем-то, на какие-то способы мы стали класть так глаз. Но я потом начала читать очень много побочек разных. И, в общем, я поняла, что даже если бы они рядом со мной были, эти способы, я бы, наверное, ну, 10 раз подумала. Как мы это относились лично внутри, сами себя, да? Да, да, вот. Вы знаете, на отчаяние накатывало периодически. Но мы с мужем, мы даже об этом как-то не говорили, мы просто так сядем, на него посмотрим. Нет, мы всё сделаем, он будет. Он будет самым лучшим. Он не будет таким. Это была внутренняя установка, она иногда просаживалась, как говорится, она накатывала это отчаяние. Ну, так, чтобы в него погрузиться, это, наверное, надо себе сказать, что мой ребёнок не будет таким. Валечка, спасибо. Я немножечко прокомментирую ситуацию с официальной медициной, с официальной установкой. Дело в том, что вот во фразе, то, что Валя сказал, официальный такой вот взгляд, аутизм неизлечим, кроется на самом деле позиция официальной медицины. Дело в том, что те методы, которые Валя говорила, они направлены совершенно на определённые вещи. Они направлены на стимуляцию, на то, чтобы вот где-то что-то, может быть, разбудить у ребёнка, но в этот момент возникает огромное количество побочных явлений. Возбуждается не только очаги, участки головного мозга, которые, скажем, молчали и не давали возможность развиваться ребёнку, но и те остальные, которые выдают, скажем, реакцию в виде эпилептоидных синдромов, судорог, в виде каких-то резких ухудшений. И получается, что ребёнок не то что улучшается, а у ребёнка появляются какие-то новые другие патологические симптомы, которые, может быть, и не проявились бы без вот такого лечения. Отсюда и позиция аутизма неизлечим. И вот на что хочется обратить ваше внимание из слов Вали, это на то, что вот внутренняя установка, причём это же ситуация, когда ведь никто не гипнотизировал, никто не кодировал на эту установку. Она пришла, правильно я говорю, Валь, да? Она пришла у вас как само собой разумеющаяся. Ну а кто бы там её кодировал, конечно. Это своё, это должно быть своё. Поэтому мы обращаемся сейчас к семьям, у которых есть не совсем обычные, не совсем здоровые дети, чтобы вы не впадали в состояние отчаяния. Вот эта вот внутренняя уверенность, что да, действительно, это можно вылечить, это не просто можно вылечить. Вот, Валь, расскажите, у вас же получилось, что ребёнок не просто вылечился, а у него проявлялись, скажем, может быть, те черты, которые вы сказали, что родили и думали о том, что ребёнок будет не такой, он будет лучше, чем все остальные. Так вот, проявилось ли это в конечном методе? Что же особенного появилось в вашем доме? Я, наверное, никогда не говорила, что я ждала от этого ребёнка. Вот расскажите. У меня была установка. Дело в том, что у нас в семье, я, муж, мой старший сын, мы все немножко непробивные, знаете, по жизни. Вот как есть человек, который вот он идёт, вот он знает, что делать, как. Цель своей. Да, а мы немножко вот как бы плавающие, господа и дамы. И у меня был дедушка, он тоже Виктор, вот это был единственный человек в моей семье, который был вот, я когда узнала, что я беременна, вот у меня будет мальчик, и я мужу говорю, я хочу родить Виктора, и чтобы он у меня был вот такой, чтобы он нашу семью тянул вверх, потому что мы вот где-то плаваем, как в болоте, а он пойдёт вверх, он будет очень цельным, он будет человеком, который может вести вперёд, как лидер, да? И сейчас мы это видим, вот эти качества лидерские, вот это вот, пока она немножко упрямая, настойчивость, но тем не менее она складывается, если цель у него поставлена, он не разбрасывается, он будет делать это до конца, он доделывает дела до конца, вот очень... Но он же не в период рождения, какое-то время он же не был там. Конечно нет, конечно нет. Вот это я увидела, сначала я вообще ничего не понимала, да, вот там до трёх лет, но это было не жизнь, это было какое-то... Это было просто спасение, наверное, его жизни, потому что, как мама так же пишет, что он практически выбрасывался из окна, бросался под машины, но это было неостановимо, да? Потом Давид нам начал это выправлять, мы наконец-то, когда вышли на то, что вот, ребёнок нормальный, вот за последний год я увидела вот эти черты, которые я ждала. Я их увидела, что да, у меня именно это растёт, что я хотела. То есть это вот начало появляться, когда вы начали заниматься, допустим, с Давидом, когда вы начали, вот стали появляться постепенные изменения, и дальше вы его личность сформировали сами, или он выбирал свой... Нет, я такого не могла сформировать, потому что я другая, мы совсем другие, это его. Он такой, как он может, как он хочет. И когда мы с Давидом начали заниматься, сначала был снят вот этот блок того, что в нём заложено. Я думаю, в каждом человеке заложен очень большой потенциал. И стоит аутизм, мне кажется, это как стена. Вот стоит, да, её надо сломать, и тогда человек открывается, и происходит уже развитие того, что глубоко внутри есть у каждого ребёнка. В это надо верить. Вы, позвольте напомнить о том, что он развивается, не просто так, как бы просто развивается, он развивается ещё для того, чтобы целенаправленно помогать в чём-то другим. Вот он сам по своей инициативе, насколько я знаю, открыл видеоканал в Ютубе, и записывает там учебные именно фильмы, показывая, как оно воспринимается, например, в домашних животных. Это его полностью инициатива. Более того, я его это не учила, потому что я не умею многие вещи. Там вот люди спрашивают, музыку накладывать, я это не умею делать. Всё, что там сделано, и папа его не учил. Папа, папа, не, как-то это всё он научился сам. Как он научился, я не знаю. То есть это способность, обучаемость. Самообучаемость – это очень важное качество в человеке, которое не у всех даже здоровых людей есть. Умение научиться новому самому, найти информацию, сделать. Он это умеет, он это делает. И для других уже выкладывает, как Давид говорит. И вот тебе смотрите. Скажи, пожалуйста, как называется его канал, чтобы людям могли... Хомяки и свинки. Нет, это подзаголовок. А вообще это... Виктор Антимонов. Виктор Антимонов. Виктор Антимонов по-русски. Так что вот обращайтесь, обращайтесь, смотрите. И вот я хочу обратить ваше внимание, мамочки, вот на что. Смотрите, то есть у ребенка, который вот еще несколько, совсем много лет тому назад был, ну, скажем, совершенно не... Ну, я думаю, Валя не обидится, совершенно не меняемо, неадекватный вот в жизни, вот имея непросто. Почему не забывайте, что Виктор на самом деле небольшой ребенок по возрасту, да, Валя? Ему сейчас 8 с половиной, 3 с половиной года назад не было ни единого слова, напомню. Да? То есть вы можете... Кроме всего прочего. Кроме всего прочего. Да, вот вы можете посмотреть... Особенности туалетом и прочие всем известные... Я думаю, что для слушателей вот нашего канала, для слушателей, для которых мы даем эту информацию, не надо объяснять, какие могут быть симптомы, какие могут быть дети. Дело не в этом. Дело в том, что за это время ребенок не просто излечился, а вот то, что было сказано, у него открываются определенные свои черты, свои способности, причем способности, ну, скажем, необычные. Ну, вот я, например, не могу создать свой канал и делать... И подобрать еще нужную музыку. Да, 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 да. Просто вот сделать... Ну, не на но, а Виктору дано, несмотря на то, что почему только ему 8 лет. Да, пусть это ребенок как бы своего времени, он прекрасно в этом ориентируется, но мы не забываем, что было совсем недавно. И вот, Ларя, вот я не знаю, вы согласитесь, в принципе, это вот вы сказали, очень интересный образ. Смотрите, что получается. Вот я его сейчас разолью в художественном варианте. Да, вот интересно, согласитесь, вы или нет. Вот смотрите, получается, что вот дети, ну, дети аутисты, дети не совсем обычные, вот мне понравился этот образ ваш, они как бы оказываются в каком-то закрытом каменном, ну, если не мешке, то в стене. И вот что делают специалисты, которые излечивают. Вот теперь обратите внимание, уважаемые родители, на разницу между официальной медициной и нашей позицией. Это заключается в следующем. Официальная медицина, она в эту стену стремится что-то засунуть и создать... Встроить и приспособить. ...какие-то условия, да, чтобы он вот в этом каменном мешке приспособился. Нас это не устраивает. Мы считаем... Зря есть такая группа людей, которые называются каменщики. Так вот, есть наша задача не просто разрушить эту стену и освободить ребенка вот для мира. Наша задача построить вокруг ребенка такое помещение, где он чувствовал бы себя свободно, комфортно и мог совершенно свободно выдать те способности, те какие-то черты индивидуальные, которые в нем заложены, которые в нем заложены генами, которые в нем чисто энергетически заложили родители. Ведь не зря Валя говорила вам о том, что еще будучи беременной, она понимала, какой должен родиться ребенок. Какой хотелось бы, да. И он таки к этому идет. Я так думаю, что на сегодня Валя не просто, скажем, довольна и счастлива, она уже наверняка, Валя, я думаю, что вы... Это вопрос вы подтвердите или опровергаете. Вы имеете какую-то цель, какой-то пути на дальнейшее развитие. Вы же хотите, чтобы ребенок не только вот остановился на этом, а чтобы он развивался дальше, чтобы он... Конечно. Ну вот расскажите, а что вы хотите увидеть в нем в будущем, ну, в ближайшем, в отдаленном? И в принципе, может быть, мы посмотрим, и получилось ли это. Это хороший вопрос, но дело в том, что я боюсь, мои желания могут не совпасть. Вот, да, вот он очень цельная натура, это во-первых. В принципе, мне бы хотелось, чтобы ему учение, само обучение очень нравилось, и чтобы он мог выбрать направление. Не каждый... Вот у меня старший ребенок не может выбрать направление. Я считаю, что Виктор сможет сразу и очень достаточно быстро, буквально в возрасте 11-12 лет, выбрать направление, которое будет ему интересно, гуманитарное или техническое. И что он в этом направлении будет не просто успешным, а что он в этом направлении, например, уже в институте, будет участвовать в каких-то определенных экспериментах и откроет что-то новое. Вот. Лекарство новое откроет. Мне так кажется. Так вот, я почему задал этот вопрос совершенно осознанно. Речь идет о целях. То есть, я понимаю, что вот мамы, которые находятся в состоянии, скажем, разобранном, может быть, кто-то, кто-то уже определился, что вот он выберет тот или иной путь в лечении своего ребенка, чтобы вы поняли, что очень важно иметь, во-первых, свою внутреннюю установку для родителей по отношению к ребенку, а во-вторых, чтобы иметь цель к ней стремиться. И цель все время должна идти впереди. Вот посмотрите, что Валя говорит, что сначала вот ей хотелось бы, чтобы ребенок вот просто, он стал, ну, если вот, Валь, поправить, если я ошибаюсь, просто стал вот какой-то личностью. А теперь, смотрите, теперь цель совершенно другая, чтобы эта личность не просто сформировалась, она развивалась, и она развивалась, как бы даже вот не, нет предела, нет предела, нет каких-то ограничений, чтобы он был таким, каким, вот, каким ему дано, каким он хочет стать. Уже не идет речь о том, может или не может. Правильно, Валя идет о том, о его выборе, о выборе. Совершенно точно может, просто интересно теперь, что он выберет, и насколько это будет интересно, нет, это будет точно интересно, это будет еще и полезно обществу, это будет очень важно, мне кажется, для общества, это будет что-то важное. Смотрите, мы с вами говорим о том, что ребенку сейчас 8 лет, и 3 года назад это был, скажем так, очень больной, очень необычный ребенок. Вот пример того, насколько внутренняя установка, внутренняя вера, ну скажем, вот выбор пути, который направлен, вот Валя опять согласится или нет, который направлен на ключевое слово, на слово «излечение». Не лечение, не коррекция, мне кажется, что вот Валя, да, вы даже такие варианты не рассматривали, по-моему, основная задача была изначально, излечение. И вот эта позиция, она в принципе привела вот к таким результатам, о которых вы сейчас слышите. Я думаю, да, что если настраиваться на приспособить, скорректировать, это не то, что вам нужно, не то, что нам было нужно. Вот, Валечка, большое вам спасибо за то, что вы здесь, спасибо. А может быть, для родителей в конце поделитесь впечатлениями вот о вашем приезде. Вы же первый раз в Израиле, вы первый раз здесь, в нашем центре. И вот вы видели воочию о том, как мы работаем, вы видели, как дух Святой Земли на вас воздействует. Расскажите мамам, которые еще не были, которые думают, а стоит ли приезжать сюда. Ну, во-первых, как мне показалось сразу, что мы были еще в других странах, еще в паре мест. Вот, когда сходишь с самолета, то в других, когда мы приезжали, такое, знаете, немножко, мы в другой стране, мы вот немножко нервные. Здесь было, в общем-то, спокойно сразу. Муж вообще сказал, господи, я здесь как дома. Вот, он идет по городу Иерусалиму, город совсем другой, город шикарный, город восторгает. А муж говорит, а я как дома. Вот такое спокойствие, миротворение. Это ощущение от страны, от специалистов, от центра. У меня нет слов, нет, я не могу это. Это чудо, которое происходит вот тут, вот сейчас, вот прямо в течение часа, его можно чувствовать. Я на себе это... У меня слов не хватает, я не могу это сказать. Это надо увидеть, это так не расскажешь. Спасибо, Валечка. Очень рады были личному знакомству. И надеюсь, что те цели, которые, не надеюсь, я не сомневаюсь в этом, что те цели, которые вы ставите вот для вашей семьи, что все это сбудется. И мы увидим имя Виктора, ну, скажем, в списке лауреатов Мобелевской поединки. Будем стараться. Спасибо большое, до свидания всем. И желаем счастья, удачи. И излечения. И излечения.